всем привет я еду на лифте спускаюсь буду идти пешком в поликлинику она у меня не близко зато прогуляюсь пройдусь и раскол на улице метет пипец как даже очки надевает поэтому я взяла собой на всякий случай ветер на улице ужасно и холодно мороз такой летиным вот видно сейчас пешком буду идти к поликлинике обратно тоже пешком заодно подышу свежим воздухом заметает потихонечку мороз минус два сейчас киеве надеюсь что останется вот январь февраль на февраль рассчитываю еще много-много снега чтобы было это мои пожелания так я в поликлинике сейчас иду уже поговорила с терапевтом и топаю домой буквально пару минут и все заняла поэтому думаю сейчас быстренько даром на улице метет может такси высовывать из понятия какой снег это ребята январь мой месяц обожаю просто так приятно метет класс ой скоро горки будут уже санки я думаю я не меньше буду кататься значит отнесла анализы результаты терапевту все хорошо то есть в принципе да можно пить кофе вот я признала что ела селедочку знаете я скажу так лучше съесть и укусить что-то то что очень прям очень хочется но немного это хорошим настроением лишь спать спать чем быть на диете типа да и постоянно себя мучить через дальше вот так хочется мне нельзя вообще поэтому я себя позволяю что укусить посмотреть вот зато быть довольны сюда это получил ну так я уверена в этом анализы мочи стали не очень хорошими но они не были супер плохими но они были не очень хорошими не в норме как было это был как это было до нового года потому что безалкогольное вино и шампанское хоть и покупали дорогое знаете но все равно блин блин снег такой он даже не тает во рту все равно это мура пить ее нельзя нужно было для себе узвар сделано узмари только и сидеть поэтому если вы хотите что подобное пить уже какой-то собрана то вы как она сказала принципе по анализам норма осталось только дальше не злоупотреблять разными гадостями вот а есть типа пп так возьму яблок хочу запечь с медом может сахара нет у меня у меня мед есть сделаю вкусненькие пришла с мороза легла и все и ничего делать не хочется но нужно я хочу сделать печеные яблоки короче в ребята девочка вы знали что есть белокочанная капуста а есть бил и белоголовая капуста я стою выбираю капусту мы смотрю она вся одна на вид ну белокочанная обычная капуста нашла название выбила ценник наклеила на кассе мне говорят это же не белокочанная капуста это какой-то другой сорт это все почти в одних вот этих вот ящиках друг возле дружки они вообще толком еле-еле чем-то отличались только по размеру и блин пробила не получилось я пробила будет 18 гривен 1 головка капусты она пошла перри пробила с 27 получилось то есть грубо говоря в половину разница вот такая вот разная капуста для меня белокочанная так белокочанная она вся одна она она же белоголовая мне нужно во первых сегодня помыть голову во вторых мне нужно приготовить суп запечь яблоки потушить капусты спасибо вот и на ужин наверное сделаю еще вермишель с сосисками с сосисками вот такая готовка у меня будет это так что не хотела готовить как-то так вот как можно жить спокойно с этим телеком потому что я сижу никого не трогаю пульт вообще под диваном и он включается сам по себе и так в еве была акция я купила вот такие салфетки 150 штук два слоя я очень часто используя салфетки в туалете тоже поэтому у меня их много должно быть так я взяла эти пончики уже столько пакетов смотрите вот каждый пончик в пакете но это в принципе неплохо только только привезли свежак вот батон тела яблоки запеченные сделают что не захотелось запеченные яблоки одну ножку взяла бедрышко супик сварю масло вот такое взяла и фарш я хочу сделать заготовки котлет сегодня вот эти ничего не предвещало беды ничего не предвещало готовку как вот раз и сейчас буду готовить капуста голова блин 27 гривен ахренеть просто честно вот серьезно предыдущая цена там 17 чем-то было ну вот это разве не белокочанная капуста не белоголовая белокочанная короче это вся я съесть целую тарелку гречки с печенкой чтобы меньше влезла пончиков все сочи делала в еве тот помада эвелин вот это вот большой сводь это популярная матовая помада в упаковке которая отдельно продается по 200 гривен что она мне понравилась вроде как и так что я придумала сахар нашла сахар смешала с корицей и сейчас буду вот яблоки помыла серединке почистила сейчас буду добавлять сахар в серединку честно не помню делала я это или нет раньше но мне кажется мне это понравится печеные яблоки я в принципе люблю и так суба готов у меня морковку осталось порезать и мясо разобрать это супик у меня овощной получился здесь у меня будут свекла варится сделаю салатик но здесь девчонки делаю котлеты заготовку на потом и у меня нет муки я все забываю купить муку вот это сахар и муку я очень редко покупаю вообще домой я взяла овсянку мелкую перемолола вот будет как как наггетсы знаете наггетсы очень классно мелкую овсянку перемолотую макать поэтому здесь только куриный фарш также есть немножко сухарей панировочных чеснок лук соль перец и яйцо вот положу в морозилку надеюсь замерзнет девочки я готова вам показать и мальчики пустые ванночки вот такой мешок у меня жая и я собираю сюда все что заканчивается практически что не успеваю юра бывает выбрасывает пустые упаковки первым делом хочу сказать по поводу ароматизаторов диффузоров в комнаты вообще в квартиру у меня в квартире они не приживаются почему потому что у меня очень хороший не сквозняк а вот воздух уходит так что но не застаивается и проветривает весь аромат то есть толком никакой фирмы хочу когда-нибудь еще sisters попробовать хотя тоже думаю что она не будет так работать к сожалению сухой шампунь от faberlic обожаю это уже третий по моему я еще повторю почему бы и нет очень сильно люблю вот такие баняки это перволит для стирки для черной одежды для цветной одежды вообще универсальный такой жидкий порошок когда по скидках в еле я покупаю мне аромат очень нравится вот это как раз по было по 80 грин по моему я взяла две штучки следующая зубная паста я всегда говорила мне зовут колга это очень нравится aqua fresh недавно купила давно aqua fresh не пробовала и вы знаете не покупала очень плохая паста поэтому не рекомендую а вот колги в принципе неплохая вот именно с этими кристаллами я беру светлую такую вот зеленую часто для рож пузе это умывалка кель для умывания обожаю вообще все продукты сли рож пузе мне в принципе подходит также и весы очень сильно люблю что присылали мне что покупала за свой счет повторяла неоднократно и какие-то на юнке тоже заказывала доктор ту на это то на ту на надеюсь правильно прочитала это у нас фармаси спр 30 срок годности прошел к сожалению выбрасываю уже все я как-то его заставила другими баночками и собой на море не брала я даже таким пользуюсь девчонки почему бы и нет классный шампунь все чистая линия хотя раньше если помните с ромашкой было еще старые упаковки чашку вещать одним кадром в ромашка старой упаковки было конечно много лучше вот но это тоже неплохо потом дав нравится неплохой такой гель для душа но фабролик я пользуюсь чаще арбузик мне очень понравился здесь арбузик у меня по моему что-то а то закончился до бальзамчик по моему уже давно закончился вот люблю эту серию можно повторить это если честно не для моих волос не подошло может бандинками подойдет он кстати очень густой шампунь прям невероятно густой вот прям аж еле выдавливается он какой-то перламутровый он интересный его чуть-чуть нужно чтобы хорошо напенить волосы намылить вот но мне он не супер подошел как-то не знаю ну не понравился можно так сказать следующее обожаю вот эти вот ополаскиватели тоже от фабролик лактоцит подмывашка для женских дел неплохая мне очень нравится аромат я сейчас купила беру белорусскую какую-то аромата там нет запаха вообще он без запаха для беременных мне не очень нравится хочется чтобы пахло вкусно вот и фабролик конечно же вот такое вот мыло тоже часто использую это классика жанра так дальше это серия у меня получается присылали мне когда-то элемент кстати неплохая цена такая ну 100 гривен 1 1 флакончик у меня шампунь бальзам маска шампунь бальзам и маска один продукт уже закончился поэтому выбрасывай кстати вот сломала как видите дозатор но я вода использовала то типа кондиционера следующее так бифит это фарма си значит вот такой вот гель для бровей он уже подсох мне поначалу он понравился но потом со временем он перестал работать поэтому не так супер часто не до конца использовала карандаш от фабролик механический для бровей очень нравится закончился прям очень люблю оттенок 55 62 вот такой вот оттенок и вот этот уж я себе недавно повторила заказала еще одну мне очень нравится маленькая сейчас она у меня на глазах маленького такая вот щеточка силиконовая она уже подсохла я себе повторила новую заказала тоже с фабролик прям супер нравится и что у нас здесь еще и здесь у нас фабролик 2 в 1 шампунь бальзам юрка не жаловался значит все нормально всем до использовал до конца на нем вообще бальзам и гель для душа горят только так он выдавливает немало таким скажу то я вам так снимала чтобы connect был чтобы увидели мою реакцию вот с этими диффузорами они пахнут когда вот в комнате да там долго стоят много палочек поставить но вот так вот как в других местах когда заходишь там три палочки стоит и пахнет прям очень сильно мне такого нет у меня очень сильно знаете за мощную скважину продувается ветер ну вот именно входит воздух по квартире циркулирует очень хорошо если я хочу проветрить и открывать это у меня же два балкона открываю один балкон и открываю входную дверь например ну в квартире и сразу все выдувается просто идеально на этом ребята все я буду сейчас уже собираться одеваться юра подъезжает и пойду с ним встречусь заберем фабролик потому что много чего нужно нести покормлю его ужином может сама что перекушу не если честно не хочется вообще ничего уже я очень хочу спать меня когда так сон клонит странно и сушняк у меня сушить пить хочется капец наверно после селедочки всех крепко обнимаю всем пока до новых встреч